Всем приветик! С вами Танюшка, добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими воспоминаниями, своей наивностью и своими прошлыми отношениями. Давайте, чтобы вы понимали, о чем пойдет сегодня речь, я вам в двух словах объясню. У меня были отношения с парнем, которые длились примерно почти 5 лет. Мы думали, что у нас такая любовь до гроба, все дела, короче, он мне даже предложение сделал. Но оказалось в итоге, что я ему оказалась не по зубам, я уехала в Польшу. У него сейчас своя жизнь, у меня сейчас своя жизнь. И мы, когда с ним встречались, мне постоянно хотелось сделать какие-то оригинальные сюрпризы, подарки. И мне как-то один раз пришла такая идея, это было 14 февраля. У нас уже, не помню, сколько было тогда годовщина наших отнош... И помню, как-то 14 февраля было, мне захотелось что-то сделать необычное ему в подарок. Не помню, сколько уже нашим отношениям тогда было лет. В этой книге все будет ясно написано, мы с вами обязательно почитаем. И мне такая пришла в голову идея создать свою книгу любви. Вот вы ее можете видеть, она вот передо мной. Сейчас мы к ней вернемся обязательно. Мне захотелось создать такую книгу любви на основе наших переписок ВКонтакте. Раньше это было очень популярно, мы очень переписывались много ВКонтакте. Сейчас другие соцсети. Но тогда были очень развиты ВКонтакте. И мы много с ним переписывались. И вот мне пришла такая идея, именно на основе наших переписок создать такую книгу. То есть, как-то это все обиграть, написать. Давайте, не буду много рассказывать. Давайте уже будем открывать эту книгу. И я вам буду зачитывать. Вот я создала такую книгу. Здесь вот так вот все оформила, напечатала. Книга любви написана. Все дела. Открываем ее. Здесь были вот такие вот сердечки, которые нужно было стирать монеткой. И здесь вот разные написаны фразы. Kiss, love, I love you. Короче, такая была наивная. Это капец. И давайте же начнем с вами зачитывать. Я вот, не знаю, у меня такой был какой-то романтизм. Какие-то вот такие вот чувства меня переполняли. Я не знаю. Как бы, в принципе, есть что вспомнить. Нам было неплохо вместе. Но мы немножко были разными людьми. И тогда, как мы познакомились, это вообще отдельная история. Но здесь немножечко об этом будет написано. Давайте начнем. Я вот обращаюсь к нему, естественно, пишу эту книгу для него. Поэтому будет как бы обращение к нему. С чего все началось? Давай вспомним, с чего начиналась наша сказка любви. И что мы уже пережили вместе. Это было 7 мая 2013 год. Это был странный день. Я себя неважно чувствовала. Одногруппница звала меня погулять. Я сначала не хотела. А потом что-то внутренний голос подсказал, что нужно сходить, развеяться и набраться новых впечатлений. Я тогда училась на первом курсе художественного факультета. У нас тогда еще какой-то был период практики какой-то или что. Я уже так толком не помню. Но я осталась дома, никуда не пошла. И я так себя не очень чувствовала. Но у меня была такая одногруппница, которая любит погулять. И она вот, собственно, о ней тут речь позвала меня погулять. Ну вот мы приехали. А, звала, короче, одна одногруппница. А поехала я на эту встречу еще с одной одногруппницей. Мы тогда с ней дружили. Ну вот, мы приехали. И она познакомила нас. Но с первого взгляда ты мне совсем не приглянулся. А я тебе, видимо, наоборот. Думала, пообщаемся, погуляем и разойдутся наши пути. Но судьба распорядилась иначе. Наша история любви началась очень неожиданно для нас двоих. Вот наша первая переписка с первого дня знакомства. Давайте, прежде чем я начну читать эту переписку, это было уже вечером после встречи, как я приехала. Гуляли мы в парке, немножко посидели. Короче, он мне сразу не понравился абсолютно. Я даже не рассматривала кандидата в парню в его лице. Но как-то все закрутилось. Давайте будем читать. Он мне пишет классные фотки. То есть мои фотки. Он меня нашел уже в ВКонтакте, добавил. Посмотрел, естественно, мои фотки, пока доехала домой. И пишет мне классные фотки. Я пишу спасибо большое. Но он пишет расскажи что-то о себе, плиз. Я пишу что именно. И я сейчас занята, скидываю ваши фотки. Я фотограф тогда, в тот день, я их пофоткала. Там еще друг был другой его. Они захотели, чтобы я их пофоткала. Я их пофоткала. И они попросили меня, чтобы я скидала им эти фотки ВКонтакте. И я пишу, я сейчас занята, скидываю ваши фотки. Он пишет все, что мне можно знать. Типа, расскажи мне. Я пишу, даже не знаю. Ну, что тебе написать? Где учусь, уже знаешь. Фотки и так завидел. Не пью, не курю. Что еще нужно? А он пишет, а что я еще могу знать о тебе? Я ему пишу. Почитай пока на страничке. Может, найдешь что-то интересненькое. И почему это вдруг ты хочешь обо мне знать? То есть, я даже не догадалась, что я ему понравилась. Это потом уже он мне написал, все дела. Но, как бы, при встрече я даже не могла подумать, что я ему понравилась. И он мне пишет. Ты меня сильно заинтересовала. И много что интересно узнать о тебе. И еще есть некоторые вопросы для тебя. Первая страничка закончилась. Вторую страничку я оформила таким вот образом. Все очень так наивненько, простенько. Ну, да ладно. Пишу. Ого, какие вопросы я слушаю? Он пишет. Какое мнение у тебя обо мне появилось после общения? Я думаю, к чему это он спрашивает? Ну, пишу ему. Хорошая, ничего плохого я о тебе не думала. А то, что я курю? А я очень не люблю, если честно, курящих людей. Не перевариваю дым, курение. Ну, короче, все в этом роде. И он меня спрашивает. А то, что я курю? Я пишу. Не нравится очень, когда люди курят. Это большой минус. Он пишет. Понятная. Ага. И дальше наша переписка. Да, просто вот так получилось. Получается просто обидно. Ну, я сразу подумала, что я его чем-то обидела. Пишу. Чем я тебя обидела? Да нет, все нормально. Я за другое. Я пишу. Конкретней. За что ты? Да есть за что. Я пишу. Ну, что за дела? Говори прямо. А что я ничего не пойму, что ты имеешь в виду вообще? Так, следующая страничка тоже вот так вот оформлена такими вот сердечками. Следующая страничка оформлена так вот такими вот сердечками. Он мне пишет. Говори как есть. Ну, попробуй. Ты мне просто понравилась. И бы с тобой все больше общаться. Но у меня есть большие минусы. Ну, вот почему мне обидно. Я ему пишу. Да, понимаю. А чем я могу помочь? Ведь всегда можно изменить. Было бы только желание. Я тебя еще... Просто еще мало знаю. Он пишет. Тогда это ответ на то, что мы можем общаться. Ну, конечно, можем. В принципе, общение никто-то и не запрещал. Правильно? Он пишет. Ура! Я пишу. Ничего себе, сколько радости. А он мне пишет. Для счастья... Для счастья, да, мне мало надо. Короче, он писал немного с ошибками. Не обращайте внимания. Потом я пишу. Только я вот надышалась ваших сигарет сегодня. И голова теперь болит. А он пишет. Прости. Хотя бы меня прошу. И давай договоримся. Ну, если хочешь. Я пишу. Договоримся о чем? Что когда мы вместе будем гулять, при тебе я не курю. Ок? Но это ты уже сам смотри. Если выдержишь, то, понятное дело, то ок. Так. Следующая страничка. Он пишет. Ну, смотри. Ну, мы посмотрим. Хорошо. Так что договорились. Я пишу. Ну, посмотрим. То есть, посмотри. Ну, ты сам написал. Ну, мы посмотрим. Хорошо. Посмотрим. Посмотрим. Значит, договорились. Он пишет. А мы что, договорились, когда в следующий раз будем гулять? Что-то я не в курсе. Просвети. Это просто на следующий раз, как будем гулять. Хорошо? Ну, хорошо. Я ему пишу, а когда это будет в следующем году, 7 мая, потому что вы встретились именно 7 мая, я ему пишу, вообще, я надеюсь, чем побыстрее, но не знаю, что годик не выдержишь, ты что, издеваешься, годик, если так долго ждать ту девушку, которая тебе понравилась, и тем более ты еще про нее ничего не знаешь, так и крыша поедет. Я ему пишу, ну ты даешь, мне как-то жалко твою крышу, а он пишет, крышу жалко, это как? А вот так, он пишет, ничего себе. Ну, короче, такие вот какие-то детские переписки у нас были, особо бессмысленные, я ему пишу, оставь ее на месте, пусть она никуда не ездит, а если будет ехать, то пусть и меня захватит, а тебя зачем это, вот твоя крыша пусть будет на месте, окей, и АУ пишет. А у меня тогда была такая проблема, у меня, короче, комп немного глюканутый, и он мне постоянно перезагружался и вырубался, и вот как раз тот случай. Я потом перезашла и пишу ему, там, блин, комп баран у меня перезагрузился в неподходящий момент, для прикола, прикинь, приколов мне в жизни мало, а он пишет, тогда давай время чаще проводить, ну, если ты, конечно, хочешь. Я такая, ну, можно, ты мне обещаешь что-то интересное, нет, я обещать не буду, я буду стараться, хорошо, ну, старайся, посмотрим, как будешь стараться. Ну, увидим, ну, знай, у меня не всегда получается. Ну, ты уж старайся, я пишу ему, это как получится, давай смс-каем по телефону бросаться. А у меня на тот момент не было денег на счету, я пишу, да были бы деньги на счету у меня. А ты что, в минусах? Да не в минусах, но просто нема денег на счету. Ну, и почему не пополнишь, спрашивает. Были бы деньги, не помню, тогда вот и хотела где-то кем-то подработать. Не помню, тогда работу искала или что, короче, не важно. А он пишет, а у тебя как пополняется, на сколько надо? Дал мне МТС, у тебя как-то такие старые, Оксана говорила, Оксана это одногруппница, с которой, которая нами организовала, в принципе, эту встречу. А он пишет, не, МТС тоже есть. Опа, а что это, она не в курсе, класс. Она знает, просто она на Киевстаре, ну, короче, не важно. Да, не знаю, но то не важно. Я так давно счет не пополняла, даже не знаю, сколько там надо, чтобы был супер. Ну, короче, он меня спрашивал, какая у меня акция, сейчас гляну, ну, ну. Короче, мне надо тогда было пополнить, чтобы 25 дней действовал этот тариф, 40 гривен. А он пишет, смс-ки там есть? Я пишу, да. Да, давай я тебе буду писать смс-ки понемногу, а когда буду освобождаться, то буду звонить. Окей, ну, давай. Ну, так что, обменяемся номерами, он спрашивает. А у меня тогда был такой принцип, да, в принципе, и сейчас тоже. Я свои номера вот так просто так всем не раздаю, то есть, ну, мало кому я могу дать свой номер, тем более, если я человека абсолютно не знаю. Вот, засветила номерочек свой. Короче, дала ему номер, вот он мне тоже свой номер дал. Если я тебе завтра напишу, а сейчас мне надо спать, потому что завтра на работу. Окей, не обижаешься? Да нет, я понимаю, надо так надо, пока. Спокойной ночи, удачного рабочего дня. Спасибо, кеждо смс-ки. Уже жду. И он пишет, ну все, спокойной ночи, это точно твой номер, я сейчас тебе позвоню. Да, Моя, зачем тебе позвонить? Ну, проверить. Я же знаю свой номер, телефон звонит, да, зазвонил, давай уже потом поговорим. А он мне, типа, почему трубку не взяла? Ну, это как бы уже поздно было, поэтому как бы и не взяла. Так, дальше. Ты спать, кажется, собирался, он нормально. Типа, я пишу, у меня уже контакт, гад, ошибки выдает, сообщение отправлять не хочет, а что нормально? Смотри, а то я позвоню тебе в 8 утра. Ты что, зачем мне в 8 утра звонить? Ну, увидишь, я люблю поспать, то есть, ну, я реально люблю поспать, поэтому я ему написала, я люблю поспать. А он мне пишет, увидишь, не хочу ничего видеть, он пишет, или услышишь. Ты хочешь о себе услышать много нового? Так точно, да ну нет, я позвоню, жди я, ну блин. Типа, не волнуйся, все будет хорошо, поверь, ок. Я пишу, типа, я попала, да. И я думала, если честно, что это шутка, ребята. И тут дальше пошло, хочу, чтобы это был сюрприз. Я пишу, ну, неплохой будет мне сюрприз в 8 утра, когда я буду еще спать. Он такой, ну, плиз. Я пишу, ну, ты гонишь, типа. Да, ну, все нормально, я позвоню, жди. А я ему, типа, пишу, я буду сонной, голос будет смешной, просоня, ля-ля-ля. А он пишет, просто поднимешь трубку, хорошо? Я пишу, ой, ну, что с тобой делать, типа, ничего не надо, просто сделай то, что прошу. Окей, да ладно, иди уже спать, а то на работе спать будешь. Ладно, один раз тебя послушаешь. Нормально, учти, не будешь слушаться, будешь бедный, договорились. Не имею ничего против. Ну, смотри, хорошо, это все бай-бай, а то еще до утра будет. Короче, ага, не показывай мне тут свой язык, потому что он мне какой-то смайлик там прислал. Свой покажу в реальности, а тут пока что такое. Все, пока. Я не просила ничего показывать, понял, спокиноки. Ну, короче, вот такой вот первый у нас прошел день нелепых таких глупых переписок, ни о чем, можно сказать. Он взял мой номер, и я вообще без понятия, что он от меня хотел. Понятное дело, что у нас с ним еще были всякие переписки по телефону, звонки, все дела. Ну, эта книга была написана именно по сообщениям ВКонтакте. Поэтому я вот пишу. Вот и закончился наш первый день знакомства и нелепых переписок. И кто бы мог подумать, что судьба сведет нас нитями любви. Точно уж, и я тогда об этом даже не могла и думать. Но события стремительно развивались. Сначала звонок на следующий день в 8 утра. Ну, а потом и три точки. Помню, как мы общались просто по телефону и смс-ками. И тут вдруг ты первый раз назвал меня солнышком. Хотя тогда мы еще не были парнями девушкой. И мне так стало сразу на душе тепло и до дрожи приятно, что мне сразу все стало ясно. Это, видимо, судьба. И меня словно магнитом тянуло к тебе каждый раз. И наши переписки на следующий день. Я ему пишу, я обычная девчонка, таких много, да и лучше есть. А он мне пишет, ну блин, вот ты мне понравилась и все. Ну, что я могу сделать? Я пишу, даже не знаю, чем я могу тебе помочь. Он мне пишет, помочь, увидим. А так просто давай будем общаться с тобой и больше ничего не надо. Ок, ну без проблем. Мне просто надо человек, о котором потом сама узнаешь. Что я должна узнать? Говори, не мучай меня. А ты еще не поняла? Он пишет. Прикинь, просвети, дуга доходит, наверное. Или недогадливая. Или ты просто хочешь, чтобы тебе говорили все прямо. Да, как ты догадался? Припустил. Ну не томи уже, скажи что-то. Но я не хочу, чтобы ты все сразу знала. Давай при общении или сразу скажи тебе сразу, говорит, или потом. Ну я, понятное дело, пишу сразу. Он пишет. Мне просто нужен человек, за которым буду скучать, знать, что он есть. И хотя бы буду знать, ради кого живу. Такой резкий ответ будет нормальным. Он мне пишет. И я ему отвечаю. Ого, и ты что думаешь, что я вот тот человек? Но ведь ты спокойная и хорошая, правда. Ау. Ну и опять, наверное, у меня комп вздох. Я потом пишу. Ну возможно. Да ну все, я кушать и спать. Завтра увидимся. Хорошо? Хорошо. Но Игорь нас пригласил, а ты меня не приглашал. Так что могу же и не прийти. А Игорь это был его друг, который, ну как бы мы вместе гуляли. У нас была одна компания. Он мне пишет. Так я хоть завтра и на работе, но видите, я все равно хочу. Так что приходи, буду только рад. Я пишу. Ну я подумаю. Ну не ломай кайф, типа. Я тебе что, кайф доставляю? Я просто хочу тебя завтра увидеть. Да ладно, может увидишь. Он мне пишет. Ничего, просто хочу увидеть, а теперь я сомневаюсь, что мы завтра увидимся. А я ему пишу. Ну ты главное жди и надейся. Так что все, я спать. Это уже вот было 8 мая. Так, что же было дальше. Сладких ночей, спокойной ночи. Ну короче, попрощались. Он пошел спать. И я вот пишу на основе этих переписок. И вот, прошел еще один день нашего общения. А на следующий день было уже 9 мая. И мы должны были увидеться. Мы увиделись только ненадолго. Так как ты весь был в работе в этот день. Он работал в парке развлечения. И я как бы тогда пришла. Как бы великом мы увиделись. Поздоровались туда-сюда. И на этом все. А не, вот он писал. Привет, жду тебя в парке. Просто, что не... Прости, что не позвонил. Телефон сел полностью. Я тебе потом напишу смс-ку. Скучаю и жду. В этот день у нас так... Ага, не получилось у нас в этот день встретиться, да? В этот день так и не получилось у нас встретиться. Это была пятница. А вот на следующий день в субботу ты был тоже на работе на лодочках. Это в парке. Там лодочки у нас есть. Он там работал. И я не выдержала. И приехала к тебе. Потому как очень сильно захотела увидеть. Просидела рядом с тобой целый день. Вы дурачились с Олегом. Веселили меня. Олег это был его напарник по работе. Общались. А наши отношения начали стремительно развиваться. И именно в тот день ты меня первый раз обнял. Так как мне было очень холодно. И начал с того дня называть меня Зая. Боже, какая ванилька. Я сейчас это читаю. И просто, ребята. Ты меня зацепил. Но мы начали бороться с одной твоей вредной привычкой. Которая мне очень не нравилась. Его вредная привычка это понятное курение. Потому что я не люблю, когда люди курят. И если он хотел быть моим парнем, то понятное дело, что я ему сказала, чтобы он бросил курить. Я ему пишу. Давай, чтобы сигарет у тебя больше не было. Ну, тебе что не нравится? Ну, тебе что нравится себя гробить или что? За. Я тебя понял. И все без претензий. Так, какие претензии? Ну, просто для тебя же лучше будет. Дурачок, ты давно куришь. Да, а что? Если бросить курить, то не волнуйся. Я постараюсь. Просто я знаю, какая у тебя на них реакция. И я не хочу, чтобы тебе было плохо. Так, дальше, дальше, дальше. Ну, и я ему пишу. Да, у меня реакция особенная и на сигареты, и на людей, которые курят. Сама эту кадость никогда в руках не держала. А он пишет. Ну, прости, да ладно, это все 7 мая. А что такого в этом дне? То, что я тебя первый раз тогда увидела и ничего о тебе даже не подумала. Не подумала ничего хорошего, ну и плохого тоже. То есть, не заинтересовал. Мне сложно отвечать на такие вопросы. Ладно, прости. Ну, а если на самом деле, то он меня реально тогда вообще не заинтересовал. Ля-ля-ля. Потом, ладно, прости. Уже то, что было, тогда не важно. Что все-таки плохое? Ну, я вообще ничего тогда не думала. Ты друг или кто там Оксане. А у нее как бы друзей нормальных мало. Такие все, как она. А он пишет. А теперь что, мнение поменялось? Я пишу, ну да. А потом, я не в шоке. Не знаю, что он тут написал. А я пишу. И много кто хотел и хочет чего-то. Мне как-то это не по душе. Что именно? Не у всех есть дар в себя влюбить человека. Встречаться со мной много желающих всегда. Но мне нужен один. А он пишет. Я уже могу расстраиваться. Ну, а я ему пишу. А почему расстраиваться? Не нужно. Просто я не знаю, чего от тебя ожидать. Хм, вот так заявочки. Чего будешь ждать и желать, того и получишь. Не думай обо мне плохо. Я и не думаю. Я знаю, что ты хорошая. Ты меня уже подкупил и подкорил своим обаянием. Он пишет. Ты всегда умеешь сделать на моей лице улыбку. Но все равно от тебя я хочу немного. А что ты от меня хочешь? Просто чтобы ты была. И чтобы я знал, что могу обнять и согреть непросто. И на сколько? Думаю, прилично. Еще изменишься немного. И вообще супер будет. И что же ты во мне поменяешь? Я уже говорила выше. Курение твое в первую очередь. А что еще? Ты сейчас хочешь, чтобы я в тебе недостатки искала? Я не хочу. Нет, не надо. Ну вот и все. Закрыли эту тему. Понял, Зайк? А если не секрет, как давно у тебя была девушка? Он написал 10 месяцев назад. А что? Ну и впрочем, это не важно. Я пишу ясно. А у меня давно не было. Да и вообще, можно сказать, не было. То одно название. Несколько месяцев от силы. И то 3 года назад. Короче. У него одна хакайф, шокинь, только ты. Жоля, короче. Окей, все дела. Физически, морально. А он пишет. Ну я и так есть. Умирать пока не собираюсь. А согревать. И согревать вот сегодня благодаря тебе. Тепленько домой приехала. А он пишет. Это хорошо. Главное, что ты не замерзла. А ты, я видела, еще и поешь. Спадешь мне как-то. Ну, насчет того, что спеть, то когда получится. Хорошо. А сейчас я спать, потому что у меня глаза слипаются. Конкретно. У меня вообще ничего интересного. Целую тебя. Я пишу. Да, конечно, ты так наработался. Теперь спадки. Тебе самых сладеньких снов, тёмки. Это тебе надо сладко спать. Тебе тоже я... Тебе тоже я тоже пошла. Хорошо. Я напишу, как проснусь. Буду ждать. И пишу. Вот уже 13 число. Это 13 мая было. ТСП поставил мне подтвердить. А тогда, кто знает, в СП были в ВКонтакте. Может и сейчас, если я не знаю. И я прихожу домой, и он поставил СП. Я ему пишу. Ты СП поставил мне подтвердить? А он пишет. Ну, если хочешь. Не, ну ты спрашиваешь. А то мне будут всякие дальше напрягать. Ставь, зайка. Я хочу, чтобы тебе хорошо было. Эх, что такое? Я что, не так что-то сказал? Прости. Да нет, всё ок. Почему тогда? Эх, дай мне фотку. Я хочу на апку поставить. Мы тогда в тот день как раз с ним пофоткались. Нам подруга сделала совместных фоток. Тяжело вздыхаю. Твои фотки? Ту фотку, что были сегодня с тобой. Ой, божечки, там такие фотки. Пипец. Ну, короче, как всегда, самокритика. Пожалуйста, котик. Нужно будет нормально сфоткаться. Я ему пишу. А он такой. Ну, плиз, кинь, типа, туда-сюда. Я пишу ему. Ну, типа, он пишет. Я жду, зайка. Я пишу. Подожди, немного. Хорошо. Я как раз покушаю. Окей. И скажи мне, что на завтра поменялось. Ну, короче, ничего интересного. И он пишет. Я просто хочу с тобой погулять нормально и только с тобой. Ну, типа, если буду в состоянии, туда-сюда. А он пишет. Ну, зай, все хорошо. Я тебя бежать не буду. Посмотрим. Мне жалко. Короче, ничего интересного. Вот я вот нарисовала еще такое вот сердечко. Я ловлю. Ля-ля-ля. Все дела. Типа, пишет, что я буду рядом. Вообще, ничего интересного. А вот, кстати, эти стрёмные фотки с первого нашего... Нашей прогулки совместной. И я пишу. Ну, вот и пошли наши первые фотки. Поцелую. Твои поцелуи слаще любого шоколада. Твои объятия нельзя сравнить ни с чем. Такие вот были у меня мысли на тот момент. Дальше еще наши переписки. Ну, зайка мне нужна была только, чтобы навку положить. Ля-ля. Ты стараешься. Хорошая ты. Ну, короче, тут ничего интересного. Как бы... Поцелуи всякие там мы обсуждали. Короче, ну, тут особо не очень интересно. Давайте дальше. Тут вот тоже я такую картиночку приклеила. И он писал. Я думал, еще и поцелуи были. Но если не хочешь, просто можем погулять. До сюда. Посмотрим по обстоятельствам. Ну, короче, тут такие всякие опять переписки ни о чем, так сказать. Классно, возможно. Я им пишу мой трамвайс, как-то мою жизнь. Ля-ля-ля. Ну, короче. Тут дальше не очень интересно пошло. И я пишу... У меня там лапочка, всякое солнышко. И я не ошиблась, выбрав тебя, все больше люблю день это дня. Вот я писала. Понравилась фраза. Он мне пишет. Мне тоже с тобой все лучше и лучше. Фраза классная. Я хочу наконец-то остаться, чтобы один раз ты смогла хорошо отдохнуть. Что я тут писала? Ля-ля-ля. Короче, тоже какие-то наши переписки непонятные. Я пишу, что у меня привыкло, чтобы меня добивались там, все дела, короче. Ой, это так много читать. Давайте. Не обиделась, просто хочу, чтобы ты... Короче, тут ничего такого интересного нету. Давайте я немного пропущу наших переписок. Типа я у него спрашивала, может ли он полюбить один раз на всю жизнь. Вот если вам будет, кстати, интересно, можете поставить на паузу и почитать это все. Тут мы обсуждали, обсуждали. Тут я вот еще такой рисуночек нарисовала гелевой черной ручкой. Не грусти, ля-ля-ля. Он мне пишет, так не грусти, на нашей улице упадет грузовик с шоколадками, тогда мы загуляем. Ля-ля-ля. Короче, тут ничего интересного. Вот еще такие фоточки. Вот это, кстати, он. Я хочу за тебя волноваться, он пишет, потому что ты мне небезразлична. Потому я не перестану волноваться даже на миг. Мне, конечно, очень приятно это слышать, ты побереги свои нервы, не волнуйся, ля-ля-ля, я ему пишу. Потом. А седьмого у меня экзамен по дизайну, месяц того дня, как мы познакомились. У меня был экзамен, я пишу ему. Так, котик, я хочу, чтобы один день мы просто провели вместе и отдохнули. И вот тут пошли дальше петиции моих мыслей. Мы общались понемногу, хоть и много ты времени проводил на работе, и мы редко виделись. Хотя хотелось бы чаще, и в переписках узнавали о друг друге, и поняли, что жизни у нас таки похожи. Я сдала экзамены, поехала на практику, а ты работал и ждал меня. Когда я приехала, ты проспал и меня не встретил, так как работал допоздна, и я на тебя в тот момент обиделась. Но потом вошла в твое положение и все поняла. Но злиться не было, некогда было, так как мы через день уезжали на море. Я очень хотела, чтобы ты поехал со мной, и моя мечта сбылась. На следующий день ты ко мне приехал, подарил мне первые цветочки, которым я очень была рада, и мы отправились в наше первое путешествие. Ура! Мы отлично отдохнули, провели вместе время. Ну и вот уже пришло время возвращаться домой, все хорошее рано или поздно заканчивается. И такую картиночку добавила с фразой, люди не встречаются случайно, случайностей в жизни нет. Мы приехали, и все шло своим чередом изо дня в день. Прошло наше первое совместное лето. Хоть мы и не проводили столько времени, сколько хотели, но мы многое успели пережить за это короткое время. Были ссоры, разлады. Только наша любовь с нами укрепляла наши отношения и не давала нам совершить ошибки и расстаться. И вот и наступил уже сентябрь, я перешла на второй курс и поступила параллельно в лицей. Мне было очень трудно, но ты всячески старался меня поддерживать, помогать, насколько у тебя это получалось. Хотя у меня твоей поддержки и помощи никогда много не было. Так проходили дни за днями, и вот мы не успели оглянуться, как у нас уже полгода нашим отношениям. И я, получается, пишу, любимый, вот уже полгода как мы вместе, спасибо тебе за все, прекрасные моменты, что мы уже пережили вместе. Ну и добавила тут еще такие фразы, мне хочется быть лучше для тебя, быть самой ласковой, тобой любимой, чувствовать, что я тебе нужна, не просто так нужна, необходимо, все дела. И вот последняя финальная страничка с такой вот фоточкой, что тут написано. Надолго не прощаться, что... Ну, короче, в общем, наша жизнь кипела и бурлила, и было много всего. И вот уже спустя почти три года, как мы вместе, я сижу и пишу эти строки, и понимаю, как же мне все-таки повезло, даже несмотря на слезы, которые тоже были. Наверное, благодаря таким моментам человек как-то укрепляется и начинает задумываться, а на правильном пути ли я. И если ты это сейчас читаешь, значит, мы с тобой все же на правильном пути. И если так случится, что мы расстанемся, значит, нас могут по праву пожизненно считать глупцами, потому что только глупцы отпустят свое счастье. Я хочу, чтобы у тебя всегда было стремление двигаться дальше и делать нашу жизнь еще ярче, ведь не зря мы встретили друг друга. А это подарок судьбы нам обоим, которые мы должны продвигать дальше в наше счастливое будущее. И хотелось бы, чтобы мы через лет 10 открыли эту книгу, прошли эти строки и поняли, что мы не зря прожили свою жизнь, и что с того момента мы уже успели вместе многое достигнуть. А все потому, что в наших отношениях царила любовь и взаимопонимание. И пусть мы послужим примером для наших будущих детей и всех пар, которые не могут достигнуть гармонии в своих отношениях. И три точки. Написано «Февраль 2016 год» и «Я автор». В общем, такая вот была история, такая вот фоточка. Как вы можете понимать, что мы сейчас с ним не вместе. Книга эта, естественно, не продолжилась. Она осталась у меня, потому что он ее не забрал. Но вот я хотела с вами поделиться своей историей. И надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр, что вы были со мной. Надеюсь, вам такого плана видео понравилось. Если хотите видеть еще подобные видео, где я читаю какие-то дневники, какие-то рассказы о своей истории, обязательно напишите мне об этом в комментарии. И до встречи уже в следующих видео. И всем пока-пока!